приветствую мои дорогие с вами я ваш веган христолюб сегодня у нас с вами такой вот ролик называется он любовь к незнакомцам в небесном царстве любви поводом для записи этого видео появились такие мои обычные мысли и на самом деле я сам нуждаюсь всегда в поддержке но при этом делаю себе вид сильного и сам всех поддерживаю да поговорить я и знаете сколько у нас вы что в религиозной мере что даже в нерелигиозном мире мы очень часто встречаем сколько пустых всяких речей вообще ни о чем вы знаете я особенно в мире вот веры религии как угодно кто называет пути жизни святости поиска истины я терпеть не могу пустых вот бесед этих проповеди да вот ни о чем вообще не связано с жизнью там какая земля круглая или квадратная да или звездовидная купольная вот эта вся чепуха знаете какие-то эгрегоры там че только я вот смотрю мне надо что-то присылают я сам что-то попадается код вылазит кто-то из кого раньше смотрел я вот все наблюдал как они раньше это несли не всегда вот такие вы знаете же да вот это все пустое поэтому меня не интересует ни наука там ни с какой стороны не медицина все это это все пустое мир это мысли божественные твои лично и в будущем мире ты можешь все творить без всяких знаний все что ты захочешь просто все воплотиться вопрос на что ты все это направишь и смысл жизни познать истину она в любви но в этих неизменных естественных вещах как вечно вечность и вечен да и ты свободен но как я всем говорю это в принципе нам принадлежит единственный человек может доходить до такой тупости что он это просто отрицает вот но то что я вечен и я свободен это просто моя природа я могу либо с ней согласиться и жить в ее согласии обрести полноту блага бытия либо отрицаю просто страдать сам сам себе на горло наступает как говорят пилить сук на котором сидишь да а вот и избирание между добром и злом это действительно то что есть самое настоящее я это есть моя совокупность этих выборов ежесекундных в моей жизни между добром и злом это есть я это есть моя личность это совокупности есть я это красота моей души и мой внутренний человек как ты говорят как угодно который проявляется вовне и вот сегодня я сделал даже отдельный плейлист о нем в конце скажу ссылку дам царство небесное да уж мне уже и были ролики с этим связано но вы знаете кто меня давно смыт кто не тут я объявляю битым я не говорю пустых проповеди я их терпеть не могу сам себе такого естественно не по не позволяю потому что в других это не переношу да конечно же вот поговорить о том о той любви ну я вам тезисами набросаю помните апостол павел говорил побывав на неком небе что мы сейчас живем с вами в этой матрице этой ужасной школе адской школе жизни познания всего ужаса зла и всей радости добра вот именно тоже что немаловажно знаете об этом все время говорю и живя в ней мы порой даже не представляем что бог приготовил любящим его я такой значок сделал ну вот такая основная картинка не я так что-то быстренько загуглил как всегда тут мужчина женщина и без всякой подоплеки это не значит что в царство небесное будет жениться или выходить замуж там да или веки вечные будут там любить только муж жена хотите вот такая можно иллюстрации мне еще нравится в принципе христос я и очень часто тоже где-то и на значке делаю по ранам по стигматам как называют на запястьях можно понять что это христос принимает грешника в небесное царство вот вам пожалуйста мужчина мужчину обнимает да я к тому что не суть важны тут я сейчас никакой подоплеки полу не подразумеваю но вот эти картинки очень важны поэтому я и такой значок выбрал что ну любовь символ встреч объятия символ любви встречи это объятия да и ну она и проявляется и в больших и в разных вариантах но одно из таких объятия да я не нашел какой-то картинки где в небесном царстве все там обнимаются встречаются да и в принципе я хотел поговорить о таком даже личностном чувстве любви вот этой да когда человек с человеком тет-а-тет встречается поэтому даже мне устраивают вот такие иллюстрации больше чем какая-то была бы всеобщая картина о чем я хочу поговорить то вот о том что павел и говорил что какой вам не этот поярче пусть она у нас тоже на экране побудет некоторое время вот о том что да не мы даже представиться не можем что приготовил бог любящим его я вообще к чему завел то весь этот разговор к тому что действительно живя здесь это борьба это узкий тернистый путь путь крестный ибо кто идет за христом и не несет креста своего а это поругание страдания скорби разочарование плевание тебе и в спину и в лицо а может быть даже само распятие тебя на кресте за добрые дела конечно этот путь жизни не может нас и не тут на все таки правда больше вот такая со христом актуально будет иллюстрация с его стигматами на руках то конечно мы не можем не 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 отчаиваться порой до не остывать не разочаровываться и мне тоже очень тяжело вы знаете я уже сам 12 больше 12 лет прожил поспокаяние своего во христе творя любовь любя раскрыв эту любовь божественную себе любя все божье мироздание и вы знаете чем дальше идет вот правда я всем это всегда свидетельствую вы знаете это путь богооставленности чем дальше ты заходишь в этом чем-то сам становишься богоподобным богом самостоятельным совершенным во христе совершеннолетним да другом богу христом как он вы мне друзья да тем то становишься богооставлены не зря иисус на кресте так его запил боже боже или отче почему ты меня оставил это это на самом деле это очень печально это очень больно ты не хочешь с этим жить тебе одиноко в этом плане до в богооставленности но ты понимаешь с другой стороны что ты в правильном направлении движешься это игры это и конечно не может по плоти не расстраивать но это по духу тебя еще больше веселит и смотря что я несмотря на то что сюда на камеры стараюсь вам показываться таким сильным смелым крепким твердым да уже там выросшим вот святым добрым да мне тоже тяжело никто же не видит моих колебаний у нас закрыт то что вот скрыто у меня где то есть помните я я увидел фразу надо со своими тоже изображениями там что-то по щу так и что если человек улыбается это не значит что у него все хорошо и он радостен значит это возможно его улыбка это тоже как сильный вот в принципе вот я казалось бы сейчас обратно и говорил что это не факт что сильно но как раз конечно я поэтому и стараюсь и в принципе то есть во мне это сила что я несмотря на то что самому бывает плохо я стараюсь поддерживать всех не у самого проблемы с деньгами я все равно стараюсь помогать чем могу да если я хоть сколько-то могу оторвать от себя там да и все равно стараюсь помочь пусть хоть сто рублей хоть пятьдесят хоть десять я переведу если да человек просит просто и напишу что у меня нет просто да вот словом то же самое мне самого может быть жутко плохо я сам могу жутко страдать по плоти от болячек я сам могу терзаться духом от вот этих всех крестоношение этого да когда тебя и грязью поливает тем более плохо хорошо проповедую большая или малоизвестность но она есть и да вы сами я кто там в телеге в на канале я там почту все время ну или вы видели я записываю там хорошие плохие комментарии себе вот вы знаете все мои беседы какие позволительно публичные открываюсь люди не против вот и вот этих и просто наблюдение за миром знаете когда ты раскрываешь себе полноту любви ты начинаешь обнимать весь мир ты переживаешь за весь мир и это не просто слова да ты не можешь смотреть на несправедливость неважно где она происходит неважно с кем за животным с человеком со святым или с грешником даже но если он даже уже этого не достоин скажем хоть и у нас многое по делам происходит да ты все равно его жалко да и плюс если у грешник в одном это не знает что ему должно за все остальное там не закон не по делам прилетать да вот если там навальный труппажор не веган там да не христианин это не значит что можно человека брать просто так там издеваться над ним за решетку бросать лишать всех прав человеческих даже не говоря уж каких-то там высоких материях таких кто их исповедует вот ты не можешь оставаться безучастным ни к одному делу и ты страдаешь от этого страдаешь от тупости мира виде вот именно все это безумие злость не просто на словах где-то на словах эти проповедники неважно в прямом смысле слова религиозных или в переносном там за депутатов каких-нибудь лидеров мнений блогеров да и ты страдаешь от всего этого бреда которые несут до всех этих религий культ когда ты вишь к какому маразму и дурости людей не приводит вот и и когда все еще в делах потом проявляется у кого-то сажают кого-то сжигают на кострах кого-то распинают любящее сердце человек познавшись он конечно страдает ему все и доставляет страдания его вся душа просто изрезана этими ножами и вся она в шрамах да вот ну все это конечно как господь сказал всякую слезу свое время обязательно сотрет сочи все это конечно пройдет когда последний грешник покаяться и войдет в небесное взлетит в небесное царство всячески во всем все сольемся в одном божественном танце любви но все будет неизвестно когда да вот я к чему это же записывает у меня конечно такие же вот как я вам все этот перечислил все во мне вот это живет и хочется свалить отсюда побыстрее уже когда ты сам-то достиг тебя здесь ничего не держит ты просто хочешь из этого остановите землю я сойду знаете что такое тоже мемную фразу вот действительно хочется просто порой всего это ужаса сбежать да нормально человек не может смотреть как кого-то бьют насилуют да крики вопли животных зверей неважно чего хочется вот так спрятаться как маленькому ребенку закрыться все уши глаза голову и просто заберите меня отсюда вот и конечно же у меня все то же самое происходит еврея отличных страданий те же сам плоские страдания там болеть все это естественно бесовские козни до который строит как строили его да все все это естественно кто-то творит какое-то зло или злые сущности весы творят нам там что-то да вот и ты конечно страдаешь из-за других еще все переживаешь плюс ты можем возможно деятельно участвуешь его страдания значит от тебя что-то отрывает все не должно было отрываться кого-то ограбили ты ему тоже помогаешь да но если бы не ограбили тебя бы не убыло да вот и я к чему все это записываю вы знаете по поводу ролик то небесном царстве не думайте что я забыл да вы знаете у меня коротких роликов не бывает так что усаживайся кто впервые попал на меня поудобнее будет интересно я уверен вы такого никогда не слышали да и вот конечно же вот эти все мысли о том что и и и плоды да кто знает я очень часто все равно в личке с кем-то жалуюсь на то что вот ну мало плодов да я анализирую свою жизнь там больше 12 лет уже покаяния там до святой жизни доброй жизни в боге творя добро всем даже врагам кто видел меня и мошенники разводили и все даже я делился публично нет никакую конечно злобы нету да я я позналка хотите мне правильные слова это раскрываешь себе то любовь которая сущность которые ты являешься да вот когда ты приходишь в это состояние у тебя уже не врагов нет до любовь по-разному ко всем проявляется в делах во внешне это важно понимать но ты уже не 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 мыслишь с этими категориями что кого-то можно куда-то там отправить на вечные муки в ад закрыть там навсегда не ты прям что каждого над как-то спасти вот и все поэтому даже к врагу любовь проявляется не так как какому к другому человеку ближнему просто посторонним и нуждающимся на твои пути к любящим там людям вот не путайте никогда дела и внутреннее тепло о чем если тоже буду говорить о любви к врагам есть у меня плейлист уже отдельные два даже поделил их там на личных как бы врагов как любят делите на врагов там церкви народа и отечества до что такое патриотизм вот рекомендую оба их посмотреть найти на моем канале на этом все доступно в плейлистах легко ищется просто канал чуть-чуть пошерстите все разберетесь на и есть анонс канала где все я показываю как структуру канала так вот и и по поводу вот этого то что и малых плодов я тоже жалуюсь вот шесть лет я на ю тубе уже до в интернете но на ю тубе может когда и конечно меня мои плоды не устраивают я не оказалось господи люди будут слушать тоже меня я сам познал истину мне хочется поделиться абсолютно бескорыстно да вот все доступно бесплатно и казалось бы люди будут меняться плюс я буду видеть эту реакцию тоже как ты как в писании сказано что за сеющие сеет не надеясь пожать да кто сеет не надеюсь пожать это естественно вот и конечно я есть плоды это я их прекрасно знаю многих плодах которые мне свидетельствовали но так о скольких плодах я не знаю и вы знаете с одной стороны я сам все понимаю вот мне тоже я да знаете даже надо записывать проповедь как будто для себя я пусть их там и не переслушиваю за редким исключением бывает если знаешь там хоть и хотел что то вставить вот так вот ссылки дать могу переслушать что просто потом на ю тубе все это добавить но так нет но даже говоря знаете как будто сам с собой проповедую это тоже я вот хоть все понимаю вы знаете есть такое же понятие как эффект бабочки это очень важный момент это реальный закон жизни он он такой есть кто есть эффект кругов на воде расходящих я уж не стал там 100 картинок вам все добавлять не очень просто как кажется да много времени все занимает вот ну вот такой тоже эффект бабочки кто знает кто не знает то расскажу это когда типа бабочка но это приед как бы приточный образ но он рабочий закон жизни до что бабочка где-то там на одном краю вселенной вроде как машина другом конце вон буря начинается да вот то есть казалось бы бабочка то же самое круги на воде да не там от камня начиная вот с такого размера в концовке то превращаются и цунами там всякие эти вихри начинаются с маленького завихрения да и знаете с одной стороны я все это понимаю и очень если это перевести уже на наш на более понятные человеческие образы всегда важно дать конечно сделав кому-то добро но самый простой пример давайте веганство да я тоже люблю эту тему обязательно они в каждом ролике засвидетельствовать ты кого-то сделал веганом до человек раскрыл в себе эту любовь часть полноты любви в любви к животным да во всех сферах жизнедеятельности проявляемую до от эксплуатации от чего и угодно этих животных до самого убийства все отказался от этого стал веганом деятельно проявляя свою любовь этой жизни от отказа и даже наоборот может быть защиты ты его сделал и вот как я говорю через свои ролики я даже не знаю мне каждый второй не пишет я уверен что плодов у меня намного больше да но мне не пишет каждый второй да да я вот там тебя слушал и вот изменился приходит редко там кто-то причем такое полноценное кто-то напишет там бывал текстом бывало видео даже не записывали до что рассказывает что вот так вот так ну еще из близких примеров так как я веган христианин это кто во христе свободно становился и от религиозных культов бредни и по плоти от этих культов до этих обрядов и по духу от всех тех живых учений мирозрений когда он там по 20 лет ходил и ничего не мог для себя понять в жизни в чем смысл даже его жизни да он мог христос воскресе петь по воскресеньям и не верить в бессмертие да вот якобы исповедую свободу и тут же будучи будучи рабом культа и всех этих лживых мировоззрений да вот конечно люди освобождались естественно не свидетельствовали об этом кто-то с кем-то конечно не есть до сих пор как уже получать даже съесть мне в окружении с кем уже чуть ли не от начала как я на этот появился хотя вот именно печаль в том что их единицы на одной руке хватает пальцев чтобы посчитать и конечно же ты не знаешь всего эффекта вот и сделка вот вегана может дождь я открылся и этот человек как я говорю может быть тоже маленьким человеком но как вы знаете что существует тоже такая теория что мы знаем любого человека по ней теории пяти рук или как там там тоже называется пяти рукопожатий что если ты знаешь васю вася знает петю петя дашу там играть знает президента то есть ты можешь до любого причем не твоя страна там другой потому что знаю этот знает этого это знает министр министр пусть папа нашим ты знаешь главу села села знает голову естественно города город знает президента твоя страна презент твоя стороны знает президента любой стороны вот ты знаешь президента каждой стороны да вот так же это вот принципе такая же аналогия ты сделал веганам своего главу поселения глава поселения возможно сделать города главу глава города президент там стороны а это даже может другого президент страны и ты об этом никогда не узнаешь ты можешь об этом никогда не узнать вот то что ты вот делаешь это да я кроет я знаете так взял очень такие может быть яркий пример а в принципе мы порой человека могли так скажем невысокого там социальных каких-то уровнях материальных до сделать святым и добрым человеком познавшим истину и те казалось бы чем там тоже простой человек на одну и ту же работ ходит два человека вот он знает да то и вообще где-нибудь сидит там ни с кем не общается ну тип профессии сторожа там ночного я не знаю ну образно грешно вообще или там по утрам уходит улицы убирает и домой приходит по своему графику ни с кем не общаясь ну вы поняли да то есть какие-нибудь такие совсем профессии не общительные дкк ренса может быть общительную на работе не имеет права там общаться с клиентами на свободные темы да вот и конечно же мы не знаем обо всем этом но мы прекрасно в душе это все понимаю вот я все понимаю что в любом случае все что я делаю все не напрасно любой я всегда всем говорил что знаете когда ты будешь покидать этот мир все что у тебя будет так скажем перед глазами как в крайне откровение очень хорошо хорошо сказано что твои дела будут идти перед тобой туда ты никогда не пожалеешь точно не об одном добром деле и ты будешь очень сильно как и сударю кусать локти о том сколько ты зла сделал и сколько добра ты не сделал который мог сделать вот это очень важно в жизни до понимать и конечно я понимаю все это в теории но на практике жизнь это узкие тернистые путь царстве небесной силой берется до всякие понуждающие себя восхищает его причем путь не в развалочку не в при прыжке куда путь с крестом еще возможно не маленьким на плечах да вот и я к чему все это говорю то опять я подвожу к небесному как вы я вам сказал что просто так рассказывать о небесных царствах какие там красоты отнимая не мой формат мы сейчас как себя в конце поймете почему это говорю почему это видео в этот плейлист пойдет вот но она полезна для нашей сегодняшней жизни для каждого из вас для меня как я сказал даже может как прежде всего порой я вручу за эти проповеди уча учись я много раз вам говорил эту мудрость древних это правда так ты когда сам что-то выговариваешь формируешь ты сам формируешься тоже здорово знать можно все понимать как анекдоте как-то собака и ничего нибудь способна сказать а значит и самого есть такая тоже великая мудрость что если ты кому-то что-то не можешь объяснить ты сам не до конца это понимаешь или вообще не понимаешь тоже важный момент вот поэтому вот так кому-то что-то донося учась ты сам до конца формируешься ты становишься просто великим и ты потом другому же здесь ты на код потренировался сам понише так что-то я не могу ты сам формируешься еще лучше знать и донести это две разные тоже вещи так вот и и к чему я дальше это ведут и и вы знаете вот эти вот вот это вот не знание тех плодов до иисус как говорил что в небесном царстве и сеющие жнущие вместе радоваться будут апостол павел тоже что-то подобное говорил что я сею там говорил что я возможный поливаю удобряю а готова а горелон что или в образах но других моментах можем его при чуть-чуть раскидать ну что я досею а ты поливаешь то что он же где-то сеял церковь но там оставались более типа тита тимофеев помните которых он уже более люди которые рьяно горели об истине быстрее возрастали он и быстрее взращивала не в свою очередь на других влияли вот и так по цепочке и действительно кто-то он посеял да и оставил на кого-то кто-то там дальше поливал кто-то удобрял может когда взращивать конечно все бог в человеке меняется да это все вот но мы все участвуем в этом поэтому что павел что иисус тут правильно и радоваться будет и и сеющие и жнущие тоже здесь можно с разных сторон рассматривать у нас с вами я хочу что у вас в головах сейчас был образ это два человека вот в царстве не и теперь я вам рисую картину ли хотите такую хотите неважно в царстве небесном запомните это не мужского не женского во христе нет ни мужчины не женщины все мы там будем человеками это очень важно понять поэтому вся вот эта половая борьба как у нас на этой земле все так скажем не от бога кто знает нет знает уже о чем я говорю кто нет обратитесь к плейлисту мужчина и женщина человек мужчина и женщина или любовь к ближнему муж и жена я уже их тоже в отдельную выделил там все эти ответы найдете вот и не суть важно вот кому-то не нравится как раз я хочу сказать что из этих картинок уберите все земную пошлость которые некоторые там вкладывают хотя нет ничего плохого не в сексуальных отношениях да вот неважно мужчина женщина может встретить да они как на земле как могут ли быть друзьями могут быть если есть в них настоящая любовь вот но я говорю кому не нравится пожалуйста можно вот мужчин с мужчиной ты встретишь друга своего как это говорят да а то некоторые считают что между мужчиной женщин дружбы не не бывает айсус назвал нас друзьями вот не суть важна ведь я пытаюсь всегда очень много тем затронуть мужка учет зашевелится и не даю отсылки где можно познать истину на по этому вопросу так вот вы знаете вот представьте в небесном царстве всем вам желаю чтобы все вы туда попали в небесное царство любви очень важно понять там неправедные грешники да спасающийся верой в исторического иисуса христа взявшую на себя все мои грехи или под полотенчиком у батюшки который кавится и продолжает дальше грешите бы супер грешники 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 супер грешники нет это настоящие святые люди которые не творят никакого зла и сколько могут делают добра пусть у них разная слава как иисус и апостолы говорили попадает туда но неважно они попадают вот они идут первый раз встречаются какое у вас чувство этого человека никогда не видели давайте я еще раз напомню тему любви к любящим посторонним или ближним как это ну поисую свою притчу ближний это посторонний был незнакомый человек да и врага еще расскажу и дам отсылку его посмотрите у меня прям все плейлисты разбиты на канале папа вот таким рубрикам любовь к любящим причем разбил их всей плейлисты разделил на к мужу жены и мужчина женщина отношения любовь к детям любовь к родителям любовь к друзьям это любовь ближнему она подразумевает и ближнего человека постороннего и все животные нам ближние весь растительный мир поэтому любовь к животным любовь к растениям 3 плейлиста и любовь к врагам еще на два поделил отдельно даже сделал поцелуй иуды любовь к предателю может сказать но и так называть не стал хотя кстати может перемену и плейлист назову любовь к предателю поцелуй иуды точно и у нас тоже перри на то что он так идет следом мы просто не эти ролики не хотел чтобы затерялись они прямо отдельно мы идут я тогда записал их специально прям по иуде вот и муж когда-нибудь запишу в свободной еще форме но там аналогии будет то же самое враг предатель это все одно и то же в религиозных сектах он так вообще никогда не расскажет а у них нет познания истины они и не знать ни теоретически не естественно на практике хотя внутри у них бывает терзание даже не могут эти так называемых учителя объяснить что такую любовь к врагу соблазняется и проповедует прямую что это исполнить невозможно любовь к врагам для чего иисус и приходил бог во плоти научить нас он сам сказал в этой же фразе я даже не врываю все это из контекста что любит любящих и грешники я вам не об этом иисус говорит говорю человек может кого-то убивать и спокойненько жену как бы любить там детей собачку свою и резать свинюшку да нет любовь к любящим это удел грешников это все рожь ничего иисус прямо говорит что любовь одна и либо ты любишь и ничего не делаешь плейлист бог есть любовь тоже есть на канале посмотрите его бог один и любовь одна и ты либо любишь все начиная вот от булавки заканчивать богом да и нет и запомните что любовь не имеет весов она даже булавочку божью не сравнивает и не вешает на одну чашу с богом когда вы достигнете совершенства поймете о чем я вам говорю она не вешает любовь делами по-разному проявляется но любишь ты все одинаково и несмотря на то что много разных слов придумали ага потом это великая это такая любовь есть амур и там до любовь сексуальная эрос а есть ага дружба там френд ли не этот чепуха это под на припо наделили все как раз не познавшие истину вы услышите такое в православе актилицизм протестантизме нет это все дьявольская чушь любовь никого не делит это одно чувство это сущность это горит о том что ты любишь что ты желаешь что такое любовь это когда ты никогда не причинишь любовь помните павел я вам просто даю разные интерпретации как павел много чего сказал как бы чего вроде как и в евангелии нет своими тоже красивыми порой фразами или образами я вам тоже чуть своими ну и павел об этом штуку любовь она не 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 она этого не делает ближнему зла не завидует ни то ни сё но наоборот всему радуется всему верит всему творит добро вот и здесь все очень просто поэтому любовь она одна проявлению разные безусловно так любой булавочки как проявляется ну аккуратность не обращение там почистка за . сантин нужно любовь к богу проявляется вообще ко всему его творению ну и личностно если вы возьмите любых животное его точить не надо надо холодить даже трогать не надо из натуральной природы из естественной выдирать и так далее просто сорадоваться жизни вот и все то есть это не путайте и поэтому когда вы слышите любви к врагам все что я вас говорю вы знаете сами я вошли заводишь вас при 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 призываю когда вы меня слушаете посмотреть на себя на свою жизнь на свои чувства и вот то что я вам говорю словами соответствует ли это истине а если на то что есть когда иисус говорит о любви к врагам он же потом прямо переселяет дела которые он говорит не делайте зла и сколько можете делать и блага добра да павел тоже сам писал враг твой голоден напои его накорми его жаждет на по его да очень важно не мстите там да это очень важно вот и это не говорит о том что у тебя теплое чувство сердечное возникает к человеку что значит теплое чувство это есть любовь к любящим тот кто нас любит человек вот напротив меня мама папа берем адекватных сейчас не какой-нибудь алкоголик который бьет своего ребенка адекватных берем в этой же фразе все заложено любовь любящего меня то есть я люблю того кто меня любит а любовь не делает зла ты 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 вы все поняли уже да по списку и наоборот твари добро то есть вот есть любящий меня человек по-настоящему правильно да вот естественно у меня к нему теплое чувство я уже его просто вижу и заметьте что возьмите на своих родственников очень хорошо взять своих родителей детей друзей каких-то вы что когда их каждый раз встречаете у вас в голове за секунду пробегает вся жизнь со всеми добрыми делами которые не вас делаю сделали сколько там вам родители денег дали начиная с карманных расходов в детстве сколько раз поцеловали обняли помогли что-то да нет конечно у тебя у тебя просто ты видишь и тебя тянет к этому человеку это ты пишет меня любит этот мой друг это мой отец подразумевать родители по идее должны подразумевать что человек не любит я сразу слова эти даже ассоциирует с любовью и не просто умовые эти знания ты просто видишь одно дело ты лишь незнакомого у тебя уже опаска если это вообще враг вот инку дебошир у тебя страх начинает уже как говорят животные да и ты видишь доброго человека своего знакомого родителя же ребенка там друга знакомого но хорошего лишь все прекрасно понимаете это в нас внутри и мы евро мы в секунду не пробегает у нас все добрые дела которые на любовь проявляется в чем-то до любовь то сущность ними существительное глагол от слова любовь от ими от имени существительного любить что-то делать глагол да то есть она в чем-то проявлялась поэтому я говорю что он меня любит я не знаю любит ли меня вот я иду просто вдруг чужом городе приехал по дороге навстречу мне люди идут я как могу сказать что не любит меня нет я не знаю может это идет вор который думает как у меня сейчас кошелек из кармана стащит нет я говорю о любящих кто меня знаете значит эти люди когда-то ко мне проявляли дела любви добрые дела их по-другому называют или дела любви что одно и то же да вот у меня поэтому к нему заметьте и умовое знание хотя без памяти всех этих прям мелочных дел да и тем более за долгую жизнь у человек может там миллионы накопиться в рубля каждое утро тебе доброе утро говорят это уже те приятны тебя целуют обнимают завтрак приготовили так далее да позвонили написали подарили свозили подвезли вот это всего и ты просто знаешь и у тебя еще и на что-то тут до нас тянет прям к этому человеку до к врагу иисус никогда не призывал чтобы у тебя искусственно ты в себе вызывал эти чувства это дурь к сожалению не понятая религиозниками у тебя теплое чувство даже к врагу возникнет только тогда когда он покается ты если человек тебе хоть даже вчера всю челюсть все зубы выбил но если он действительно раскается по-настоящему он станет тебе лучшим другом это всегда так иисус правильно сказал тому кому много прощается этот враг твой вчерашний вы знаете враги потенциально это лучшие друзья иисус правильно сказал тому кому много прощается тот много любит человек которому столько будет прощено этим человеком не прям ком в горло всегда подкатывает когда я таких делах любви рассказываю да ну конечно он тебя будет любить так как не любит никто потому что ему столько простил те все сделает тебе всю челюсть обратно оплатит ставит это я беру земную жизнь тем более мы все понимаем что все это временно и это так и будет по-настоящему так и должно быть так мы должны побеждать зло добром о чем павел писал о чем иисус говорил любить врагов благотворить желать то есть молиться благословлять то есть говорить да благословлять тоже путают иногда слебезением там нет благословлять это и обличать благое слово это слово правда тоже это именно к этому иисус говорил то он говорил о другом когда там проклинают врагов ты на вечные муки посылать нет иисус сами пойдете тоже огромная разница не забывайте об этом так вот так вот смотрите еще раз обратить внимание на то что я только что сказал очень важную мысль вы ее сами все знаете я вам говорю просто что есть почему я все утверждаю что говорю истины я верю то что всех вас окружает меня в том числе я жизнь проходил опытом я все что читал евангелие все что мне бог открывал я всегда все пробовал на своей жизни смотрел на свою жизнь и вам рекомендую делать то же самое ведь это так у меня теплое чувство как я уже в ответ могу любви до желание там человеку сделать что-то мне даже пожелание увидеть слышать говорить с ним это к тому кто меня любит а любовь проявлялась делах до этого расчет посторонний я не могу к нему я умовую испытываю любовь к любому человеку умовую телесную я не могу это психи физик внутрь как угодно за эти это целый баланс от все тело твое я не люблю это деление дачек человек начинает там ковыряться человек на атомы раскладывается такая дурь тоже то я испытывать могу только к любящему меня вот в царстве небесном приблизились туда когда мы туда попадем хотите верьте хотите нет о том о чем еще скажу незнакомых людей казалось бы которых мы там очень много увидим мы там мало встретим знакомых в этом я ни капельки не сомневаюсь иисус правильно говорил малое стадо на вот ну это после большой великого разделения да и всеобщего суда потом конечно все туда потихоньку будут возвращаться до отдавая до последней копейки как иисус говорил но и вот когда мы будем встречать там ну все равно за всю историю человечества это будет миллионы людей до в небесном царстве может даже миллиарды нас сейчас на планете сколько 7 миллиардов уже до 8 и каждый день люди сотнями умирают рождается вот удивятся даже в царстве небесном быть миллиард нечего да и вот вы будете встречать этих незнакомых людей и у вас будет к ним вот эти вот чувства как будто вы встретили старого друга родители там если он вас любил детей там или еще кого-то родственников или вот прям друзей своих настоящих каких-то до покаяния после как вы думаете почему у вас будет возникать это чувство а вот именно поэтому вы знаете в царстве небесном мы вот как и павел сказала как иисус что мы представить не можем что бог приготовил любящим его до что каждый получит по делам и что и сеющие и жнущие вместе радоваться будет да вот почему это все будет происходить вы знаете хоть мы и не тут еще есть вот такая картинка тоже кто познал это тот счастлив вот это вот цепочка пусть мы не прямо давайте еще на банальных примерах на деньгах тоже скажу мне помогли тысячи рублей да кто-то перевел я еще кому-то перевел все равно от этой тысячи сколько смог тоже поделился пусть 500 рублей до половину отдал до того что мне дали не половину пусть там 300 рублей треть до тоже попросили помощи мне перевела при перевели мне близкие а я перевел еще кому-то вот тот чай который встретит того кто мне перевел он он будет знать вот это потому что в принципе я ты перевел не свои дать округлим просто там не перели тысячи рублей и давайте я имена какие-то назову чтобы было понятно мне аллочка перевела тысячи рублей а я там александре перевел 500 рублей вот когда александра который я перевел да в помощь она меня попросила увидит аллочку казалось бы незнакомого ей человека она она почувствует к ней вот эту теплую любовь она ей незнакома именно вот эту вот если бы она здесь на земле вот так мимо прошли бы они в каком-то городе пересеклись да она может меня смотреть алчка муж мне смотреть но аллочка мне помогает по 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 своему возможности состоянию да в этой жизни а это наоборот меня слушать но она нуждается это мы они живут в одном городе друг друга не знают но ал ago помогает мне я еще в третьем городе а я помогаю александре да они вот так в этой земной жизни мимо друг друга ходят и не чувствует этих таких чувств когда они впервые встретятся вот так вот в небесном царстве они не пройдут мимо друг друга они вот так вот встретиться и и мимо друг друга не пройдут но у меня нету фото не нашел я где две девушки обнимаются но не суть важно надо было мужские имена взять тогда бы подходила до картинку но вы поняли вот я вас приучаю чтобы вы не делили никогда людей по полу вообще папа внешне по плоти никогда никого не судили в этом плане не разделяли не различали только как различ как игрался в правильном смысле этого слова употреблять развлечения как красота а вот разделять на на плохое хорошее ни в коем случае нельзя вот мужчина и женщина абсолютно равны никакой разницы нету плотские отличия это развлечение это не их никак не разделяет не превозносят друг на другом я говорю даже травинку с богом никто ничто не разделяет человека животным нас еще больше отличий что дальше так вот эти вот два человечка в небесном царстве почувствует эту любовь до одно дело александр меня увидит и знает кто и по плоти захочет меня обнять потому что и там добро делал да а другое дело на уют она ее точно у нее будет чувство калочки точно такой же как ко мне а у нее у аллочки к александре будет точно такие чувства как ко мне потому что помогая мне и тут вы помните работает слова слова иисуса правда вот это тоже хорошая иллюстрация вместе я часто показываю но тут немножко наоборот надо что иисус сидит просит а ему кто-то подает да здесь немножко наоборот показано что иисус подает а это я к тому кто к той отсылке помнить как иисус рассказывал о великом суде что кто любому человеку сотворил тот мне сотворил да я в каждом человеке и мы с вами в каждом человеке мы образ и подобие бога это очень важно кто ближнему сотворил мне сотворил понимаете ты это все это не просто слова видите это все реально будет воплощено просто вот в природе человека в его сущности он все это пожмем пожмем так скажем да это у тебя будет на уровне то что будешь знать тебе тоже уже не будут точно так же как я уже попытался эти земные примеры дать мы не помним сколько нам родители родные что там сделали не помню сколько дети сколько друзья с которым-то там с первого класса вместе как говорится да вот у тебя это будет но чувство будет абсолютно не обманчивая непридуманная абсолютно вот истинная ты прям будешь любить этого человека как будто знаешь все и помнишь если бы вот мог залезть свои закрома память уж понимать я я точно как бывает в жизнь да ты же как будто знаю этого человека или когда мы близкие души встречаемся в этих земных жизнях возможно после неоднократного перевоплощения море мы слушай как родные душ как как будут прошлой жизни тоже где-то там братствовали до сестрични ли так скажем по духу что где-то уж пересекались и вот это тоже самое знаете как это будет здорово вот это удивительно потому что это будет вот по-настоящему знаете это будет радость вот это будет радость этого пребывания в этом небесном царстве вот так и такое таким образом да а заметьте она будет опять вот именно не искусственно не искусственно не и не и и вот именно не подобно этой земной когда мы плоти все сокрыто мы не знаем как кто страдает как кто радуется да он может на себя личину мы все можем в соцсетях натянуть да даже в жизни до у самого горе там улыбаемся или наоборот да якобы на себя постные лица печальные натягиваем мы сами там от радости трусы сдержать не можем это будет естественно и вот вы знаете тогда ты действительно поймешь что он будешь всех этих видеть святых людей образно веганов но веган это часть истины часть святости до что человек любит животных но он будет чувствовать и вот он будет знать что это благодаря тебе ему до него дошло хотя он узнала от другого от васи васи то он тоже знает вон он там но в тебя встретит и он почувствует это он объяснить даже все не сможет я говорю человек там уже не будет делить этот нет ищу я вам на простых как иисус всегда понятных образах при притчах все это объясняет вот и тут же пытаюсь немножко усложнить потому что сущность истина первоисточники их невозможно описать они на то и есть они неописуемой что такой цвет что такое но то и можно только слышать причем набор этих но тогда мы понимаем музыку вот мы можем видеть что-то вот красиво вот но сам цвет что такое все это первый источник первых пришел такой синий цвет ну просто синим просто есть он синий что такой синий на вот видишь синий это есть синий понимаете да здесь уже то же самое когда уже это чувство я вам пытаюсь почему сказать вы себя посмотрите я пытаюсь ему дать определение просто чувство вы будете любить этого человека за те добрые дела казалось бы никогда в жизни с ним не пересекаясь но вот этот вот эффект бабочки уже о котором мы с вами говорили он будет работать на чувственном уровне представляете как это будет круто вот если здесь ты не пожинаешь этих плодов в небесном царстве тебя разорвет от этой от этого счастье но в хорошем слове где будет разрывать при встрече с каждым человеком потому что мы все очень сильно взаимосвязаны и вот так вот на вот и на этой теории пяти рук или эффекта бабочки или там этих кругов от камня брошенном водорасходящих мы столько друг другу сделали какого-то добра и в чем-то помогли вот и какой-то порой наше маленькое смотрите я ну какие-то яркие примеры даты но действительно человека с жизнью спас хотя элементарно может ее там током бил а ты там на работе кого-то там чуть-чуть оттолкнул ну или там я не знаю ну просто спасти это кажется тоже великий поступок и не знаю как вам сказать что ты ему дал рубль он завтра в нищете а он завтра там поднялся стал великим знаменитым не можете знаете как говорят как там нищему ребенку ты не знаю там гитару подарил купил да а он стал великим музыкантом известного еще вот там святым и сколько людям добра сделал там и материально помогал и проповедовал также тому что веганство любовь ко всему божьему творению за счет того что ты когда-то купил ему гитару для тебя там а муж свою старую подарил вообще нищему культ ребенку из малоимущей семьи да вот а он вот так вот целыми днями упражнялся конечно сам этого достиг но твоя гитара твоя гитара подарок гитары представляете сколько добра сделал и ты будешь встречать этих людей какого он к добру к истине к познанию истины привел в тех людей в которых любовь раскрылась благодаря этому они очутились небесном царстве они будут чувствовать к тебе любовь за то что они через тебя эту истину познали они будете благодарны то что они оказались в небесное царство то что ты когда-то какому-то мальчику до малоимущему там ребенку не было получено семьи купил гитару под а муж подарил свою старую ненужную или там от родителей но ты не музыкант может там папа был музыкант тебе она все равно даром не нужна то есть я как бы пытаюсь преуменьшить вот этот поступок вы поняли да потому что спасти жизнь как-то потом он столько добра сделал но спасти жизнь как тоже великое дело нормальные люди конечно там уже святые люди не придают этому тоже значение понятно но все равно звучит немножко а вот знаете подаренная там не нужно пылящийся отец в этом в кладовке гитара там отца я сам не пошел по стезе музыки да вот или там набор художника целому что там подарил все было там отдал кому-то кто там хотел рисовать вот вот очень такой более показательный эффект да вот вот я о чем вам хотел сказать вы знаете это здорово в том что так будет ни в коем случае не сомневайтесь потому что все доброе что входит в голову все мысли к человеку это от бога это естественно это действительно так будет это и более того игру все равно в этой жизни этому есть доказательства ко всему посмотрите на проекцию да так как здесь плоть наша скрывает нашу внутренность и все эти мы друг от друга далеко мы не знаем всех поступков но я вам докажу это теперь дело берем все то же самый случай но вдруг ты когда-то и и вдруг ты знакомишь вот возвращаемся к аллочке александре я их знакомлю ну допустим делаю общий чат там где-нибудь в мессенджере и добавляя всех они знакомятся и узнают оказывается что там аллочка мне много помогает и я и говорю что это я те вот помогал тогда только благодаря тому что мне вот аллочки помогал как вы думаете какое чувство у александра возникнет калочки когда по плоти все откроется чего она просто не могла знать так мы живем в пространственном временном ограниченном измерении чтобы выбирая между добром и злом тех кто избирает зло тут совсем а ты так у нас конечно но а да но вообще гиена огненная не нарисовалась до школы жизни бог тут все немножечко как учитель таки регулирует процесс чтобы мы вообще тут пополам землю не раскололи вот так вот живой пример что произойдет в сердце александр и конечно нереальная любовь к тому человеку благодаря которому она и получал эту помощь любовь до деятельно вот так вот будет в небесном царстве обязательно будет до десятого бу чайка да конечно же в небесном царстве люди познавшие абсолютную истину этот полноты любви там не будет никакого чувства долга здесь у нас к сожалению это тоже неправильно чувство всем говорю с ним бороться в себе в других это неправильное чувство чувство вины вот за помощь или никогда во первых любой бескорыстно никогда ни с кого ничего не требуйте как иисус правильно вы знаете то что шел опытным путем я делал поперек горло поперек своих желаний каких-то еще до греховных то что было написано в евангелии то что бог мне в сердце открывал я на опыте познал что это реально давать ни от кого ничего не ожидая назад да это все работает это есть такая сц и любовь и то есть настоящая любовь и на когда ты так делаешь это очень важно и вот как конечно когда ты это плохой чувств когда в нас возникает чувство долга за любовь одно дело ответ на любовь и неблагодарность меня полно роликов на теме тоже прямо не так если через поисковик на канале ведете благодарность неблагодарность они должны выйти ну и в любви к ближнему тоже в плейлисте они получать все должны быть это великое зло неблагодарность но не путайте благодар от ответы чувства теплые кого-то просто если взять телесный контакт и вы вживую встретились там даже шутку начинаешь зажимать его я тебя я тебя так люблю то есть пусть даже в шутку и в такую да в игру но это правда да это искреннее желание объятиями любви нельзя любовь сближает и она сближает что шуток вот а вообще бы как вода с водой хоп и все две капельки в одну да буду два вплоть едино действительно так любовь она соединяет нам хочется быть ближе 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 не расставаться и сойтись как можно ближе была возможность как вода в водичку просто проникнуть такого сущности любви это действительно когда это и в себе раскрывать что все это понимаешь раскрываешь все это в нас есть это очень важно да это все не вновь не вне нас иисус правильное говорил царство божье не где-то там далеко она внутри вас есть вот это вот вот так вот и поэтому конечно же там не будет чувство какой-то вины там будет чувство радости но это уже здесь также кто это познал вот я сам я всем гри слушать кто мне помогает да я всех люблю всех благодарен все готов расцеловать но вы меня не покупайте никогда мои проповеди не думайте что если вдруг я что-то в какой проповеди вы поперек что-то услышали не вздумать что мне можете предъявлять один раз мне такое несколько было да я вот тебе помогал как бы ты тут несешь я говорю слушай если ты мне безвозмездно как игры если ты от чистого сердца поддерживаешь меня в служении не значит что я буду говорить то что ты хочешь я могу в контур с тобой в публичной даже войти есть так получится потому что сократ друг а истина дороже и здесь иисус правильно пара кто вас любит кого-либо даже родители более нежели меня не достоин меня меня там не будет поэтому ни в коем случае другой вопрос цивильности вести но расходимся так расходимся подожди до царства небесного там каждый сам своей дорожкой может дойдет может еще и обратно сойдемся вот тут очень важно понимать вот поэтому любовь любовью на вы же меня не купили я я в себе всегда давлю это чувство вины неудобства я надо говорю просто я знаю кто мне помогает мне кажется люди нуждающие меня они будут говорят нет я все равно те там помогу я не раз такой была я отсылал назад если знал там от кого приходит и мы там друг другу перекидываем по структуре пределись все-таки нужнее да вот и другим говорю не вздумайте тоже передо мной чувствовать себя виновными и это любовь она ничего не требует заметно как павел говорил не оставайтесь должными никому ничем кроме взаимной любви то есть это я тебе еще должен любовью тоже но тут обратно все любой это все есть такой знак туда-сюда в математике на самом деле это все и к этому над в себе к тебе к себе применять надо в любой позиции всегда и вообще жить мы все бываем в разных ситуациях жизни мы можем оказаться и там и там да где угодно вот поэтому все это применяется и туда и туда и там никто никому и наверху ты когда ты никому ничего не должен кроме взаимолюбви и когда ты сейчас внизу так скажем ты нуждаешься но ты тоже никому очень должен кроме взаимолюбви рассказать что ты можешь дать дать слово спасибо означает что как бы да у меня кроме слова ничего нет ты же мне помогаешь пошли этого нету на и это нормально не горит это же надо быть тут здравыми я могу надо кому-то забыть там вниз неосознанно грех это осознанно и зло или не раскаяние в случайном взгляда вот когда тебе на него указали на ногу наступила ты сказал да пошла ты сука еще и еще раз я наступил в троллейбусе да нет и тогда опять зло пусть и не сознательны вот поэтому я тоже могу не мог там я беру наша жизнь например кто-то мне там прислал я стараюсь кого лично знаю если знает кого-то лично кто меня в служении поддерживает помогает я стараюсь всегда в личку написать каждый раз за любую копейку спасибо там как дела все это хоть чуть-чуть переписаться да вот но я могу забыть мог прийти оповещение приходится там что-то перевод приходит это я могу быть где-то занята вечером просто забыть про него скинуть его с уведомления что наш забивается стол просто могу забыть если не напомнишь да я сто раз пока и скажу блин забыла не увидел от тебя уведомление забыл вот это разные вещи при этом напоминать вот так можно это дело любви нет тут ничего такого вот так что вот так вот вот такой вот у меня ролик о небесном о чувствах о любви к незнакомцах тут бы взять в кавычках да ну на значки ролик конечно такие непонятны как их делать кто говорит надо что-то завлекающе кто там наоборот иносказательно кто чуть ли не противоположный писать чтобы это вызывало диссонанс с названием с тем же сам короче там не суть важно да вот я надеюсь он вам тоже ну как видите в ролик стараюсь много тем поднять хоть и кратко я даже уже не буду стараться в подсказках где-то я столько ссылок дал первое что единственное добавлю то что я буду в конце всегда давать ссылки это вот я сделал отдельный плейлист царство небесное новая земля и новое небо до том что у нас там ждет после великого разделения так называемого великого страшного суда эту ссылку добавься в подсказки в первое закрепленный комментарий в описании к видео так стараться будут делать будущем под все видео какие еще пока будут записывать вот ну а вообще на канале там у меня все все разбито вот по плейлистам все ссылки передавал прям заходите на канал и в раздел плейлисты и желательно выбрать вот есть тут разные плейлисты по темам это все они у меня в определенном порядочке по названием тут я даже говорить ну есть к трейлер каналу вот где я рассказываю чё как но и как ведь все плейлисты разбиты разделены все ролики по ним раскиданы на самые основные темы каждому в жизни важные все что касается истины она повторюсь и закончу это видео первое в бессмертии вечности человека не только его души вообще человека как образы подобие бога и всего сущего раз второе мы свободны на свободу настолько что можем даже отрицать вот эту свою вечность вот и вся эта природа бытия в нас тут просто есть хотим и не хотим слово вера вообще не уместно в понятиях словосочетания я верю то что я бессмертен доказывать кому-то что я вечен то же самое что доказываю просто есть вот я вам как могу доказать что я есть на я просто есть все я вот просто вечен и я даже не говорю знаю верю я вечен все два слова я употребляю 2 я свободен опять доказать тому что даже люди отрекаются от своей свободы по плоти и по духу под по плоти порабощаются кому угодно и по духу в том числе я могу даже свободен быть вот отречься от своей свободы уже говорит о том что я свободен не могу от нее отказаться от на вопрос природа могу да не верить в вечность не не верите от нее отрекаться прямо да вот ну а треть это единство что мне не принадлежит а что делает меня подобным богу даже это мой образ вечности свободы это образ божий а подобен я ему снова стада когда я что раскрываюсь в полноте любви ко всему миру меня окружающим в разных делах проявляемой и в мир лежащем во зле грешником крага к врагам проявляются дела естественно по-разному об этом вы во всем найдете соответствующих плейлистах у меня на этом все всех я вас мои родные любимые по-братски небесном царстве и здесь уже обнимаю крепко целую нежно лепите лайки и кроликам которые смотрите если они вам нравятся если вы считаете что моими устами бог глаголит истину делитесь ими на своих ресурсах не стесняйтесь люди должны знать правду если вы любите в небесном царстве нас должно быть не двое с вами до а два миллиарда 200 222 миллиона двести двадцать две тысячи короче вы поняли да а желательно до бесконечности поэтому люди должны знать правду истину если вы желаете если вы любите вы будете желать им счастьем а только истина делает человека теоретическое опознание практически делать его абсолютно счастливым и а и 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